МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА БТР-80. Боевая колесница пехоты. Если потребуется, доставят не только по суше, но и по морю. В российской армии активно используют эту машину. Сейчас трудно вспомнить хотя бы один военный конфликт, где бы не участвовал БТР. 13-тонная машина развивает скорость до 80 км в час. Спаренная пушка калибра 14,5 может поражать как наземные, бронированные, так и воздушные цели. Вкупе с пулеметом Калашникова машина стала настоящим кошмаром для врага. Знаменитый транспортер выпускается с 1984 года и за 30 лет морально устарел. Но БТР оказался настолько популярен, что до сих пор исправно несет службу в 26 государствах мира. Такси для пехоты, так называют бронетранспортер, военные. В сухопутных войсках БТР доставляют солдат к полю боя. В морской пехоте переправляют с десантного корабля на берег. А в случае чего могут поддержать бойцов огнем. В России, да и во всем мире, самым распространенным боевым такси служит БТР-80. Но за 30 лет службы, как было сказано выше, эта рабочая лошадь войны успела морально устареть. Поэтому БТР постоянно модернизирует. Как изменилась боевая машина, расскажет Мария Семенова. Предшественник этой машины известен во всем мире. БТР-80 встает в один ряд с автоматом Калашникова. Он использовался почти во всех современных конфликтах. БТР-82А полностью перенял характер отца. Быстрый, проходимый и неприхотливый. Но стал тяжелее и зубастее. Если предыдущие бронетранспортеры могли похвастаться только тяжелым пулеметом калибром 14,5 мм, то 82-й несет на себе уже 30-мм пушку, от которой не всегда спасает даже мощная броня. Кроме того, новая башня имеет систему электронной стабилизации, что существенно повышает точность огня в движении. Предыдущая машина у нас могла стрелять только стоя на месте. Данная машина стреляет сходу. При 80 км в час максимальная скорость машины, и она идет стрелять. Новый двигатель мощностью в 300 лошадиных сил добавил тяжелой машине скорости и динамики. Она лихо преодолевает практически любое бездорожье. Собирают такие машины на Арзамасском машиностроительном заводе. Это одно из крупнейших предприятий российского оборонного комплекса. Все уважающие себя предприятия промышленности перешли на систему качества. ГОСТ, ИСО и прочие. Поэтому в состав наших партнеров мы включаем только те предприятия, которые отвечают этой системой. После финальной сборки каждая машина должна пройти ходовые испытания еще на заводе. Одно из главных требований к бронетранспортеру – умение плавать. А это не так-то просто, если вес машины более 15 тонн. Однако БТР-82, видимо, не знает, что железо тяжелее воды. Он способен плавать со скоростью не меньше 9 км в час. А это уже широко известный «Тигр», но не обычный, а тяжело бронированный. Его дополнители укрепили до 6 класса защиты. Это значит, что его стальной панцирь способен выдержать даже попадание тяжелого пулемета. Ухудшения были незначительные. Вес машины увеличился почти до 8 тонн. Правда, на бездорожье «Тигр-6А» не сильно уступает своему более легкому собрату. А, как утверждают водители, управлять такой тяжелой машиной не сложнее, чем обычной легковушкой. Весом в одном случае мешает, а в другом нормально. К примеру, вот в этот поворот я вхожу элементарно. На легкой машине я бы не вошел. БТР и «Тигр» – это главные проекты Арзамасского завода. Но в будущем линейка бронемашин будет расширяться. Уже сейчас испытания проходит экспериментальный автомобиль «Волк». Создатели ожидают, что он сможет составить конкуренцию. с рубежным аналогом.